МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Святой Грааль, эликсир бессмертия, вечная молодость. Эти чудеса волнуют людей с тех пор, как существует человечество. И вот долгожданная научная сенсация. Таблетка бессмертия, возможно, скоро появится в России. Создание эликсира молодости идёт полным ходом. Но пока только в экспериментальном режиме. В 2011 году в прессе появились сообщения. Созданы капли, которые излечивают от старческой слепоты собак и лошадей. На очереди испытания на человеке. Весь мир замер в ожидании новой сенсации. Такого резкого скачка в понимании даже того, что такое старение, не было никогда. Сейчас, во всяком случае, то, что получается у нескольких научных групп в мире на животных, это даёт уже реальный шанс, что что-то из этих успехов смогут, в конце концов, фармакологи, биологи, медики перенести на человека. Что же даст всем нам массовый выпуск лекарства от старости? Учёные утверждают, при его применении человеку гарантирован некий средний возраст, под 40. Зато очень-очень надолго. Этакий индивид с остановленной молодостью. Очень интересен тот факт, что материальное благосостояние человека является статистически самым достоверным фактом, который продлевает жизнь. То есть, те люди, которые могут себе позволить правильный здоровый образ жизни, правильную хорошую медицину и правильное питание, для всего этого нужны, соответственно, материальные средства. Писатели-фантасты, футуристы и кинопродюсеры уже прогнозируют появление нового кастового общества. То есть, произойдёт давняя мечта богатых. Они выделятся в отдельную расу долгоживущих, безусловно, а потом уже, наверное, бессмертных, потому что вторая жизнь образуется у человека. Образуется возможность уйти в искусственное тело, уже в киборга превратиться, то есть, пересадить свой мозг, например. Наш организм изнашивается, как дома или машины. Иногда мы меняем или укрепляем детали. Можем провести косметический ремонт. Но в конце концов, все вещи превращаются в хлам. Такова природа материального мира. А вот биология – совсем другое дело. Если есть программа старения, значит, её можно сломать. Так предполагают учёные. То есть, есть область для применения всей мощи современной молекулярной биологии, биохимии, медицины в поиске звеньев этой программы и поиске веществ, которые могут, нажав на определённые кнопки, остановить совсем хорошо действие программы. Но, зная, как в природе всё устроено, скорее всего, всё-таки не удастся. Но хотя бы заметно. Москвич Вячеслав Климов, кажется, нашёл такую кнопку. Ему недавно стукнуло 50. Пережив в юности клиническую смерть после автокатастрофы, он вдруг перестал стареть. Несколько научных центров по всему миру бились, да и сейчас бьются над изучением этого феномена. Вот, например, вердикт канадских врачей. Долгое беспамятство сломало механизм в клетках ДНК. Такие в нашей ДНК там отростки, теломераза называется, которая ответственна за быструю регенерацию клеток. И что со временем вот эти вот усики, они как-то уменьшаются, там регенерация у человека с возрастом падает. Что в результате исследований там выявилось, что какие-то отдельные кусочки ДНК, как он говорил, метилированные или заблокированные. Сейчас Вячеслав Климов из физикоядерщика превратился в исследователя паранормальных явлений. Изучает себя и окружающий мир. Надеется, что когда-нибудь найдет разгадку из собственного феномена. Но вот официальная российская наука Климову не верит. К сожалению, вот серьезно наукой случаи, когда люди после стрессов переставали стареть, когда люди вообще переставали стареть, эти случаи не описаны. Я боюсь, что это так же, как горские долгожители, это некая придумка этих долгожителей и журналистов. Впрочем, есть особые случаи. Когда можно заболеть и остаться молодым. Есть и такой генетический дефект. Просто его еще никто до конца не исследовал. В Бразилии живет девушка, которой в свои 30 лет до сих пор дитя. Причем в буквальном смысле. Мария Аудетте как умственно, так и физически имеет развитие 9-месячного ребенка. Она не говорит, не ходит, а только с удивлением, присущим исключительно малышам, смотрит на окружающих. Врачи установили, что у девушки дефицит гормонов щитовидной железы. Болезнь уже неизлечима. Родители слишком поздно обратились к врачам. Теперь Мария сможет научиться ходить, самостоятельно есть и, возможно, даже произносить некоторые слова. Но уже навсегда останется младенцем. А это парижанка Жанна Кальман. Старейшая женщина из когда-либо живших на земле людей. Конечно, среди тех, чьи даты рождения и смерти достоверно известны. Кальман прожила 122 года и 164 дня. Она застала строительство Эйкелевой башни в конце 19 века. В ее жизни чудес не происходило. И все-таки эта женщина вызывала необычайный интерес у медиков и исследователей. Почему-то ее устойчивость ко всевозможным старшким болезням оказалась феноменальной. И они ее настигли только уже после 100 лет. Собственно, если старших болезней не будет, то можно жить в 80-90-100 без проблем. Можно жить долго. Но все-таки не вечно. Так вот, старость – это прогрессивное высыхание организма. То есть у человека с возрастом уменьшается количество воды в организме. У ребеночка 90%, далее у старичка там где-то уже 70%, еще у старшего возраста, наверное, до 60%. И человек вот так вот гибается. Человеческий организм – настоящая биохимическая лаборатория. В каждой клетке происходят непрерывные процессы. И не всегда безобидные для организма. Старение – это естественный процесс накопления мутаций в соматических клетках, с их изменением и прекращением способности к воспроизводству таких же клеток. И в том числе и изменения, связанные с изменением, собственно, клеток, превращение их в онкологические. Наши клетки, и специальная часть этих клеток, они называются митохондрии, умеют превращать достаточно безобидный полезный кислород в страшный яд, похожий на яд, который содержится в хлорке. Эти вредные для организма вещества называются свободными радикалами. И чем старше человек, тем больше их образуется внутри клетки. Мы предположили, что это и есть либо главное, либо одно из этих орудий самоубийства организма с возрастом. И разработали вещество, которое залезает прицельно в митохондрию. С точки зрения нанометра там располагается, перехватывает свободный радикал, больше ничего не делает. И это очень такой классный подход, потому что не нужно вмешиваться в генетику, не нужно там какие-то специальные регенерирующие органы пересаживать человеку. Но этот классный подход будет актуален далеко не завтра. В лучшем случае лет через 50. Работа с митохондриями – это клеточный уровень. Наука до него ещё не добралась. Очень важно понимать, что омоложение идёт изнутри. Надо создать такие условия, чтобы наш организм постоянно обновлялся, восстанавливался, и ничто ему не мешало. Продлевать жизнь биологи могут и сейчас. По крайней мере, обычной лабораторной мышей. Разработанное вещество действительно замедляет работу вот этой программы старения у животных. Это доказано в сотнях наших экспериментов, которые не только мы приводили по всему миру. Наш проект работает. Это подтверждено в других лабораториях. Но, как ни странно, и это очень здорово, очень интересно для учёных. Вот так стареют мыши в контрольной группе, вот так медленнее стареют. И даже позже начинают стареть мыши в опытной. Они позже сидеют. У них вообще не исчезает астральный цикл. Они могут размножаться до самой смерти. Приверженцы здорового образа жизни утверждают. Победить старость можно с помощью длительного отказа от пищи. У меня такие моменты бывали, что после голода ты получаешь такое тело, знаете, вот как вечно, что-то, какую-то новую вещь. Это одно, конечно, из средств очищения организма, укрепление иммунитета и даже, будем говорить, омоложение. Но всё должно быть в меру, всё должно быть разумно. 83-летний индийский отшельник Прохладжани планирует прожить 5000 лет. Известно, что около 70 из них он не ест и не пьёт. Индийские врачи так и не смогли улечить Йогина в обмане. Теперь над исследованием этого феномена бьются в НАСА. В одном можно не сомневаться. Если старость будет побеждена, то природа потребует у человека что-то взамен. Если сломать генетическую программу, то человек неминуемо погибнет от чего-то другого. Но от чего? Искусственное продление жизни – это в любом случае нарушение работы организма. Вот он, допустим, вырабатывает коллаген для того, чтобы кожа наша, значит, не провистала и так далее. Как только мы посчитали, что 50 лет надо уже там укольчики делать, наша кожа перестанет вырабатывать коллаген настолько, насколько мы начинаем его подкалывать. И к чему приведут генные мутации, и каковы будут плоды этих экспериментов, не знает никто. Есть такой круглый червь, нематодость Элеганс. С ней много опытов проводится. Это один из наиболее распространенных таких классических модельных объектов. И её продолжительность жизни можно увеличить даже в 10 раз. Насекомые стоят на более высокой ступени, нежели черви. И продлить мухам жизнь уже сложнее. Что же говорить о высокоорганизованном человеческом организме? Но, тем не менее, есть мутации в целом ряде генов, которые могут увеличить существенно продолжительность жизни. Большая часть генов известных увеличивает продолжительность жизни, там, скажем, на 8, 10, 15, 20, 25, в общем, до 50%. Целительница Джуна, посвящённая во все правительственные тайны, ещё в 70-е годы прошлого века трудилась над проблемой бессмертия вождей. Все они хотели жить вечно. Входила в генетику хромосомы и оптимизация генома. Но самое главное – увеличивать биологическую температуру. Понимаете? Когда увеличивается биологическую температуру, она как раз всё, что не нужно, уничтожается. О замораживании или нагревании человеческого организма, словом, о резких изменениях предельно допустимой температуры тела, снято немало фильмов и написано десятки книг. Этот способ омоложения даже в русской сказке «Конёк-горбунок» встречается. Помните? Купание в кипящем молоке. Ты себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Главный вопрос – как сделать так, чтобы всё-таки не свариться заживо? Вот я и придумала приборы, чтобы эти приборы служили людям. Сегодня-завтра, как говорится, уходя, чтобы не уйти, оставить эти приборы именно во имя блага человека. Удлинить его век. Сегодня я гарантирую, что человек будет жить 250-300 лет, но в возрасте 25. В самом скором времени человечество, хотя бы обеспеченная его часть, перестанет стареть. При современном развитии технологий и при современном развитии цивилизованного общества прогнозируется, что в ближайшие лет 20 средняя продолжительность жизни должна увеличиваться на 3-6 лет. То есть вот это ближайший прогноз. Возможно, в этом помогут целительные приборы, чудесные капли, специальные чипы или всё в комплексе. И лишь единицы задумываются о том, как будет выглядеть общество, разделённое на касты с помощью возраста и внешности. Ты 25 лет дожил, родил ребенка, скажу, тебе разрешили, и давай. Тихая эвтаназия, да, так сказать, в удовольствиях, так сказать, без мучений и прочее. Это да, это будет внушать, потому что долгоживущие, обретшие, я же говорю, если не вечное молодость, то вечная зрелость, они будут господствовать над короткоживущими и психологически не будут ими управлять. Искусственное продление жизни – это в любом случае нарушение работы организма. К чему приведут генные мутации и каковы будут плоды этих экспериментов, никто не знает. Благодаря исследованиям ученых мы знаем, первобытные люди в 25 лет считались глубокими стариками. В средние века пенсионная планка сдвинулась ближе к 40. Сегодня в 50 лет можно вполне выглядеть на 35 и чувствовать себя так же. Медицина обещает нам среднюю продолжительность жизни, равную 100 годам. Но и лет это так через 100. Что ж, доживем, увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова